Всем привет, это канал Канадакар с автомобилей из Канады и всей страны мира. Меня зовут Алексей. В этом видео мы покажем, как мы нашли, точнее не мы, а наш клиент нашел самую дешевую Camry 40 по всей Канаде. И находится она недалеко от Монреали. Вот всю эту историю вы сейчас и посмотрите, как это выглядело. И тест-драйв, и осмотр машины, и доставку этой машины на наш склад, и оплату. Мы находимся у этого дилера, вот Иса, ИСА, АУ, то есть что-то такое. То есть это недалеко от Монреали. Вот мы приехали, проинспектировали, и все эти приключения вы сейчас увидите, как они выглядят. А цену мы назовем чуть позже, когда машину покажем на спальне. Так, ребят, смотрите, мухобойка. Так, все четко. Теперь смотрите, что мы обратили внимание. Новая резина Yokohama. Сейчас я вам покажу ее, секунду. Тут плохо можно... Да, вот тут лучше. Вот. То есть они вообще новенькая. Салончик, все отлично. Как вы делаете салончиком с конструктором? Нет, 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 нет. Просто салончиком, я хочу сказать им это небольшое видео и объяснение об этом автомобиле. Вот она в салоне, ребята. 149 тысяч киллитров. Бензина вообще труба. Совсем мало. Чистенькое внутри. Чистый 11-й год, первый месяц. Ну что, сейчас сделаем маленький тест-драйв. Окей, Максим, ты можешь сделать тест-драйв здесь? Да, пожалуйста, пойдем на улицу. Спасибо большое. Я попробую сейчас. Сейчас, окей. У нас случился маленький форс-мажор. Мы приехали... Или даже не знаю, куда мы приехали. То есть это Райпантиньи. Вы видели это все на телефоне, где находится дилер. Вот он, сейчас, секунду, вот он здесь. Но мы, получается, делаем тест-драйв с этой машиной. Вот она цена машины. Вот 6,795. Sorry. Вот эта машина. Нам дилер дал номера. Вот он находится здесь на карте. Ну и мы здесь и находимся сейчас. На какой-то улице мы делали тест-драйв. И я, когда забирал машину, я дилеру сказал, «Эй, чувак, у тебя мало бензина. Как я на ней буду ехать? Вам хватит!» Ну, короче, нам не хватило. Вот мы вот на этом перекрестке прямо и заглохли. Машина просто заглохла. Понимаете? И вот сейчас мне надо звонить дилеру. Мы куда-то отъехали от этого дилера. Вот улица, вон, видите, какая-то вот две перекрестки. Это даже не знаю, что это за перекресток. Сейчас мы будем на Google Maps смотреть, где мы находимся. Вот. Что за перекресток? Сан-Поль и улица Феликс-де-Клоу какой-то. Вот мы на этом перекрестке встали. И Виталий толкал машину, чтобы мы ее вот сюда поставили. Понимаете? То есть мало того, что аккумулятор сдох. Она даже не крутит. Потому что мы проехали меньше километров, она даже не зарядилась. Так и бензин кончился. Ну вот такое вот получилось у нас. Интересный, это есть драйв на этой Toyota Camry. Окей. Разруливаем эту тему. Покупаем ее, забираем и смотрим видео дальше. Короче, мы со всеми этими приключениями, как оно все было интересно. Дилер приехал, привез нам бустер и 20 литров бензина залили. И вот сейчас, смотрите, сколько топлива, как вы видите, вон, видно. 20 литров бензина залили. И что, давайте сейчас маленький круг сделаем, покажем вам эту машину. Как она едет. Я включу кондиционер, чтобы, как говорится, могли с закрытыми окнами проехаться. Но у нас сейчас в багажнике лежит бустер. То есть нам дилер оставил бустер. Мы делаем тест-драйв для Украины. Ребята, Александр, вот специально для вас показываем. Все. Вон там что-то принчит в багажнике. Все четко. Машина разгоняется классно. Переключение, шифтинг, окей. Вот на этом перекрестке мы заглухли. Ну, что поделать, как говорится, хороший знак. Хороший знак, кстати, для того, чтобы поторговаться с дилером. Вот мы сейчас и поторгуемся, и спустим эту цену. То есть вот эта цена, то, что у него здесь указано 6795, это самая минимальная цена на Toyota Camry по всему автотрейдеру в Канаде. Кстати, вы можете это проверить. Но дилер приехал сейчас нам, залил бензин. И я ему сказал, эй, ты нам причинил неудобства. Мы толкали эту машину. У нее не было бензина. У нас стресс. Давай немножечко скидочку. И вот он говорит, давайте, вы сейчас делаете круг. Приходите ко мне в офис. И мы с вами, я посмотрю, какая у меня себестоимость этой машины. Я вам немножко скину. Он говорит, я понимаю, что вы испереживались. Понимаете, мы запереживали. Ну реально, мы запереживали. Мы же встали на перекрестке. Виталий толкал ее. И я как в этом, знаете, без мотора ехал на нем. Тут еще тринкает, звонит. Sorry, ребята, уже попозже я отвечу, потому что у меня наушника нет с собой сейчас. И ну что, вот в общем мы так делаем сейчас тест-драйв на ней. Даже если сейчас она заглохнет, потому что у нее с батареей она разряжена. Даже если она заглохнет, я уже не переживаю. У нас есть бустер в багажнике. Все, мы ее запустим. Это не вопрос. Ну что, она едет отлично. Вообще никаких проблем. Вот едем. Неровная, ровная дорога. В зависимости. Все четко у нее. Но у нее 150 тысяч пробега. Я хочу сказать так, что Тойоты, ну правильно говорят, что Тойоты never broke, никогда не ломаются, да? Ну так вот, давайте я сейчас развернусь, потому что нет смысла далеко ехать. У Тойот единственное, что выходит из строя, это бушинги. Вот эти вот втулки стабилизаторов. Либо сами эти солдатики, да? Вот эти вещи выходят из строя по ходовой, да и вообще не только по ходовой. Вот это только ломается у Тойот, понимаете? Втулки стабилизаторов и стабилизаторы. Все, у Тойот больше ничего не ломается. Никогда. Вот понимаете? И заканчивается бензин. Вот как у нас сейчас произошло. А в остальном все супер. Ну Тойот, ну что, вот смотрите, она разгоняется классно, едет хорошо. Вот я еду 80, хотя здесь надо 50. Машина отличная. Никаких, как говорится, нареканий, пререканий. Все классно, все четко. Мы сейчас возвращаемся в сторону дилера. И пытаемся получить дисконт для нашего клиента. Если мы сейчас получаем дисконт, то мы ее покупаем. То есть, в принципе, все классно. Клиенту сейчас мы отправляем всю информацию, весь отчет по инспекции, все, все, все. У нее чистый карфакс. Сейчас мы вам покажем этот карфакс. У нее все классно. Никаких ДТП. Значит, все классно, все отлично. Единственный вопрос в том, чтобы она самая дешевая в Канаде. А мы хотим еще дешевле. То есть, мы постараемся для нашего клиента Александр. Мы для вас стараемся. И для Василия, там Василий стоматолог, кстати, вот мы вспомнили. Из Украины, ребята. Попросили, постарайтесь максимум дешевле. Сейчас будем торговаться для вас. Вот, Василий, сейчас постараемся сделать цену как можно ниже плинтуса. Аргументируя это тем, что мы здесь вот на этом перекрестке встали и стрессовали. У нас не было бензина. Ну что, посмотрим, чем это все закончится. Так, ну и смотрите. Самое интересное, что несмотря на то, что это самая дешевая Кэмри 40 в Канаде, вот у нее чистый карфакс, low kilometers получается, небольшой пробег и no damage records. То есть, никаких зарегистрированных инцидентов. У нее не было. Так что, и это целая машина. Это никакой не беток скопор. Вот, это Камри 40 в Канаде, самая дешевая машина. Новая в Канаде благополучно отправляется в Украину. И сейчас передаю слово Алексу, он подробнее покажет, что оно, так оно. Давайте, значит, пройдемся по наружке вначале, посмотрим на эту красавицу. Она стоит заведенная. Как вы видите, у нее мухобоечка суперская такая. Резина новая. Диски красивые. Ну, то есть, она, в принципе, плохая машина. Ее можно свободно поставить на газ. Как видите, двигатель у нее 2.5. Очень удачный мотор. Вот она какая в салоне. Я подкрываю вам ее. Покажу салон, покажу капот. Видите, у нее электролигуревка сидений. Полный электропакет, понятно. Ну, скажем так, это, в принципе, базовая комплектация. Багажник тоже. Сзади такое ощущение, что вообще никто не ездил, потому что все как практически в первозданном состоянии, в очень таком непоцарапанном, все отлично. Вот лейбл, где мы ее покупали, как вы видите. Вот этот вот дилер. Дилер сказал, если что-то будет интересно, обращайтесь еще. Мы вам хорошие цены дадим, все такое. Давайте поглядим, что у нее тут. Запасное колесо есть. Домкрат там, по-моему. Ключ, смотрю. Вроде бы все на месте. По крайней мере, баллоны и ключи вижу. Багажник огромный, туда можно свободно воткнуть. Газовый баллон, их пользоваться, радоваться жизни. Есть пару мелких вмятин. Посмотрим, ну, ПДР мы это можем устранить без проблем. То есть, ПДР это без ремонт, получается, вмятин, без покраски. Ну, то есть, допустим, вот здесь я вижу, какие-то пару вмятин. Такая мелочь. В принципе, в Украине у нас покупают тоже партнеры такие машины. Ну, не только, скажем так, частные заказчики, но ребята, которые этим занимаются. Ну, вот, ну, где-то там, скажем так, недалеко от Одессы. Где-то делают этот ПДР. Цифры такие классные называют уже. 20 гривен за вмятину. Ну, вот за такую вмятину. 20 гривен берут Украине. Нормально, это ничего вообще, можно делать. Ну, конечно, в Киеве другие сценки немножко. Ну, знаете, это такое дело. И в Киеве можно найти тех, кто делает дешево, качественно. Нидии, как говорится, не переоценивает и завышает стоимость своего труда. Ну, вот, ребят, вот я вам ее показал, что она из себя представляет. Теперь давайте я вам покажу, какая она под капотом. Вы уже помните прекрасно, как у нас все произошло, как мы заглохли, как мы встали. Не было бензина, аккумулятор был старый, убитый. Вот они аккумулятор поменяли. Вообще он новый, видите. Brand new абсолютно. Новый, новый аккумулятор. Машина заведенная, все четко работает, все классно. Ну, что, вот такая интересная Toyota Camry, которую мы запаковываем в контейнер и отправляем в Украину. Ну, что, еще раз спасибо вам, ребята, спасибо большое. Нас, кстати, часто в комментариях спрашивают, вы только с Украиной работаете? Нет, не только с Украиной. У нас, мы открываем представительство в Казахстане сейчас. И на нашем сайте сейчас это все будет отражено. В Беларуси тоже работаем. Ну, и, скажем так, в разные страны мы отправляем, поэтому обращайтесь, мы вас проконсультируем, подскажем. В Казахстане сейчас очень интересные объемы покупают, очень интересные варианты автомобилей. Вот, и интересные законы для соседних стран, которые в таможенном союзе. Поэтому есть лазейки, которые помогут сэкономить вам деньги. Поэтому обращайтесь к нам, мы вам поможем. Ну, все, спасибо, пока, пока.